МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных событиях жизни Брянского региона вы узнаете из нашей информационной программы в студии Марины Николаева. В Брянской области продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Техника работала всю ночь. В населенных пунктах и на дорогах межмуниципального, регионального и федерального значения проезжую часть расчищают и обрабатывают противогололюдными материалами. Только в областном центре на борьбу со снегом вышли 74 единицы специализированной техники. 137 человек задействованы в ручной уборке. Их фронт работ, пешеходные переходы и карманы остановок общественного транспорта. Основные городские артерии расчистили в первую очередь. Проспект Ленина, улица Дуки, Красноармейская, Калинина. Все, в принципе, основные дороги первой категории уже почищены. Занимаемся уборкой дорог второй категории, также подъездные пути. На наиболее сложных участках дорожникам помогают госавтоинспекторы. Временно ограничивают движение транспорта. Иногда приходится помогать убирать с проезжей части брошенные они к месту легковушки. Круглые сутки техника работает и за пределами населенных пунктов. Только на дороге регионального и межмуниципального значения за сутки высыпали почти 2500 тонн песко-соляной смеси. Уже к утру было расчищено и обработано почти 2000 километров дорог и обочин. Эти работы проводились в несколько циклов. Сделать предстоит еще немало. Очистить все дороги одномоментно невозможно. Да и метель может продолжиться. Жителям региона советуют быть предельно аккуратными. Строго соблюдать правила дорожного движения и обходить места, где возможен сход снега с крыш. Водителям настоятельно рекомендуют выбирать безопасную скорость, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Строго выполнять предписания дорожных знаков, особенно при движении по мостам, эстакадам и путепроводам. Ольга Макушникова, Александр Бласов, Александр Жучков. События. Брянск и Брянский район. В Брянской области в ближайшие два года отремонтируют 40 образовательных учреждений. В регион поступит более миллиарда рублей. Распоряжение подписано премьер-министром Михаила Мишустиным. Школы будут не только ремонтировать, но и оснащать современным оборудованием. Особое внимание спортивным залам. Задача создать возможности для занятий спортом. Михаил Мишустин отметил, что принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования. В результате из федерального бюджета будет выделено почти 92 миллиарда рублей. 80 регионам обновят более 2000 учебных заведений. В Брянской области в этом году отремонтируют 8 мостов и путепроводов. Средства поступят по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Пройдут капитальные ремонты мостов через реку Унеча в селе Смолевичей в Клинцовском районе, через ручей в Глаженке Брянского района, через Ваблю и подъезд к селу Новое в Стародумском муниципальном округе. Отремонтируют еще мосты в Климовском, Брянском, Суражском, Погарском и Мглинском районах. В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» кроме 8 мостов отремонтируют еще почти 70 километров дорог. Из бюджетов разных уровней на это выделено около 2,5 миллиардов рублей. Всего по различным программам в 2022 году в нашей области запланировано отремонтировать 440 километров дорог. В Брянске продолжается замена старых коллекторов. Работы идут в Советском и Беженском районах по улице «Молодой гвардии» и «Объездной». На объектах побывал временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Николай Симоненко и заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный. Это один из самых главных объектов. Коллектору больше 50 лет. Трубы рассыпаются от времени. Для его обновления используются современные материалы, которые прослужат долгие годы. Протяженность участка больше одного километра. Это современный материал. Полипластик поставляет нам эту трубу. Это самый надежный, самый прочный материал, который долговечный. Не подвержен ни коррозии, ни гниению, ничему не подвержен. Такой надежный. Она очень толстостенная труба. Если хотите, можно подойти посмотреть. Она очень толстостенная, надежная, выдерживает большие нагрузки и не подвержена коррозии и гниению. Сейчас рабочие продолжают сваривать трубы. Их диаметр больше метра. Завершить работы планируется в первом полугодии этого года. Мы усилены темпами стараемся вести эти работы, невзирая на какие погодные условия. Вы сами в этом убедились сегодня. И это будет современный коллектор, который обеспечит и комплексное развитие строительства этой части территории, чтобы уже не было необходимости еще раз укладывать второй коллектор. Диаметр трубы позволяет в полном объеме. Это современные сегодня пластиковые трубы. Метровый диаметр позволит пропускную способность обеспечить всего комплекса развития строительного комплекса или жилья на этой территории. Продолжается замена еще одного изношенного коллектора, но уже в Бежицком районе по улице Молодой Гвардии. Сложности работ заключается в том, что он проходит через семь железнодорожных путей. Для того, чтобы исключить любые аварийные ситуации на железной дороге, там устанавливаются специальные страховые пакеты, которые исключают проседание грунта в момент производства работы. Мы сделаем здесь переход, ставим колодцы и врезаемся в существующий. С одной стороны железной дороги, с другой стороны железной дороги, существующий, который еще находится в работоспособном состоянии. Строители уверены в качестве современных материалов. Новые трубы прослужат долгие годы. Современной системы и нет. Насколько труба гильза используется в трехслойном вуз, так называемый, это вуз, это усиленное покрытие полимерное. Внутри закладывается пластиковая труба диаметром 800 мм, и она, опять-таки, толщина стенки, насколько я помню, около 60 мм. То есть промежуток между пластиковой трубой и стальной заливается бетоном, раствором, точнее, не бетоном, раствором. Этот коллектор также восстанавливается за средства областного бюджета. И работы планируется завершить в этом году. У нас еще в плане Володарский район, также коллектор, который мы сейчас в этом году, в январе-феврале, поторгуем и будем вести. То есть комплексное развитие и замены старых устаревших сетей, они позволят уже современные материалы, которые применяются в этом направлении, дать возможность сегодня заменить устаревшие коллекторы. И действительно будет способность с учетом строительства жилья все больше и больше делать возможность и пропускную способность коллекторов обеспечить в полном объеме. Николай Симоненко и Станислав Кошарный посмотрели, как проходит отгрузка балок для строящегося моста на набережной. Пришла очередная партия – 13 штук. Всего будет установлено 198. В Брянск конструкции привозят из Белгорода. Остаток общий, который стоит в планах завозки на январь месяц – порядка 28 штук. Это будет стопроцентный завоз балок на сегодняшний день. Это делается с целью того, чтобы мы с вами видим прекрасно подорожание материалов строительных. И дабы снизить риски, соответственно, задача стоит заготовить 100% основных капиталоемких материалов. Строительство моста идет с опережением графика. Екатерина Зойдина, Александр Власов. События. Брянск. С 11 января цена проезда в общественном транспорте увеличится. Теперь стоимость поездки составит 25 рублей. При безналичной оплате цена в автобусах будет составлять 22 рубля. Повышение оплаты проезда связано с ростом цен на запасные части на 16%, топливо на 11,5%, а также с увеличением затрат на техническое обслуживание. Изменение цены не коснется троллейбусов. Всего пара часов потребовалось брянским полицейским, чтобы задержать дерзких грабителей, напавших в первый день Нового года на прохожего. Инцидент случился в центре областной столицы вечером 1 января. Подозреваемые дают признательные показания. Совершил преступление. Отрезан человек. 35-летний ранее судимый Брянец рискует провести за решеткой ближайшие 10 лет. Вместе с товарищем они стали фигурантами уголовного дела по факту разбоя. Разгоряченные спиртным они жестоко избили и ударили ножом 37-летнего мужчину. Что стало причиной ссоры, уже и не помнят. Убили в чем состояние? Ну, поругались или что? Что произошло? Ну, товарищ, если он поругался, мы его избили. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Момент нападения зафиксировала установленная на подъезде камера видеонаблюдения. Отпираться злоумышленникам было бессмысленно. Похищенное имущество уже возвращено пострадавшему. Ольга Макушникова при содействии Пресс-службы регионального ОМВД. Полицейские расследуют кражу с частного домовладения в Клинцовском районе. Добыча злоумышленников стал сейф суммой больше миллиона рублей и ювелирные украшения. Происшествие случилось с новогодней ночью. 65-летний хозяин был в отъезде. Воры проникли в дом, отжав стеклопакеты, пластиковые окна. Из дома они вынесли 1 миллион 100 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения, общая стоимость которых уточняется. В результате выезда на место происшествия установлено, что территория домовладения потерпевшего не огорожена. Видео наблюдений сигнализации отсутствует. Окна решетками не оборудованы. В канун Нового года потерпевший уехал за пределы Брянской области, оставив крупную сумму денежных средств в доме. В следственном отделе ММВД России Клинцовской возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 158. Кража в особо крупном размере. В настоящее время полиции организован комплекс оперативно-ростных мероприятий по установлению лиц, совершивших данное преступление. В Новом году новые законы. Депутатами Брянской областной думы принят закон, который предусматривает усиление административной ответственности за нарушение правил обеспечения безопасности жизни детей. На водоемах и тонком льду какие штрафы предусмотрены. Подробности в следующем репортаже. Как показывает практика, основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в непредусмотренных для этого местах и выход на тонкий лед. В минувшем году несчастные случаи происходили и с детьми. Трое из них погибли. Чтобы предотвратить несчастные случаи, в статью 21 регионального закона об административных правонарушениях на территории Брянской области были внесены изменения. Другая должна быть мера ответственности у взрослого человека, если по его вине пострадает ребенок. И вот мы поэтому выделили в отдельный состав правонарушения данную ответственность, выносить возможно предупреждение либо штрафные санкции на граждан, то есть взрослых людей, от 1 до 2 тысяч, на должностных лиц от 2 до 3 тысяч рублей и на юридических лиц от 5 до 10 тысяч. К мерам обеспечения безопасности детей на воде и тонком льду относятся обязанность взрослых не оставлять детей без присмотра, не допускать зимних развлечений на водоемах и купания в неустановленных местах. Также установлены требования к организациям и органам, ответственным за подготовку мест купания в оздоровительных организациях для детей. Мы хотим предотвратить и надеемся, что данные изменения в закон, они станут действенным рычагом профилактического воздействия и минимизируют количество несчастных случаев на водных объектах с участием детей, а соответственно сохранят их жизнь и здоровье. Я благодарна, что депутаты Брянской областной думы поддержали данный законопроект. На него были получены положительные заключения прокуратуры Брянской области, Брянской областной думы, управление Министерства юстиции по Брянской области и правительство Брянской области. Предусмотренные законом изменения должны стать действенным механизмом защиты детей и привести к снижению числа правонарушений и несчастных случаев, связанных с детьми. Екатерина Пенько, Алексей Рязанцев. События. Брянск. Во всероссийской акции «Дари радость» на Рождество приняли участие сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области. Акция прошла по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. Подробности у Екатерины Зойдиной. Офицеры Следственного комитета помогают многодетным семьям, ветеранам войны и труда, семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Всем тем, кому нужна помощь и поддержка. Они не остаются равнодушными к чужим бедам и жизненным трудностям. Поддерживают социальные учреждения и медицинские организации региона. Рождество у всех ассоциируется с чудесным днём, днём исполнения желаний, ожидания чуда и приятных свершений. И подарить радость ребёнку – это большая радость ещё и для того, кто дарит подарок. «Дари радость на Рождество» – всероссийская акция, в которой любой желающий может исполнить заветное желание детей, испытывающих трудности в жизни. Старшая девочка, вот у меня, она занимается в художественной школе. То есть для неё был подарен подарок, именно связанный с художественной темой. И мальчику, он у меня особенный, солнечный. Для его развития, для его моторики, ручек, как раз тоже очень полезно собирать набор, собирать там станцию. Участие в акции сотрудников следственного управления стало традицией. В этом году наличные средства они приобрели детям из многодетных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья желанные подарки, которые они получили в Рождество в Брянском кафедральном соборе из рук митрополита Брянского и Севского Александра. Мы уже не первый год поддерживаем акцию, которая проводится на территории региона по благословению митрополита Брянского и Севского Александра «Дари радость на Рождество». И сегодня в рамках этой акции 65 семей с детьми получили подарки, рождественские подарки, которые они пожелали. Кроме того, следователи передали детям сладкие подарки, а также пожелали им счастливого Рождества и исполнения всех желаний в дальнейшем. Екатерина Зойдина, События, Брянск. В светлый праздник Рождества в Брянске состоялась традиционная рождественская акция для детей «Катание на лошадях». Благотворительная акция, организованная в Брянской епархии, прошла уже в четвертый раз. В рождественский день самых юных прихожан на площади Свято-Троицкого кафедрального собора ждали не только сладкие подарки, но и классическая зимняя забава – катание на лошадях. Такая традиция замечательная зимой на лошадке, на карете или в санях – это прекрасно. Спасибо и собору нашему Троицкому за такую возможность прийти, почувствовать дух Рождества, праздник. Спасибо огромное. Всех с праздником. Дети с восторгом прокатились на маленьких лошадках верхом, на шэтвенских пони и рысаке по имени Альбатрос. Поучаствовали в старинной русской прогулке на Фаэтоне. Рождественская атмосфера и общение с лошадьми подарили хорошее настроение и взрослым, и детям. Немного праздников осталось, которые можно всей семьей, так сказать, праздновать, тем более в такое время сейчас. Поэтому мы стараемся всегда ходить. В том году не попали, было закрыто из-за коронавируса. В этом году разрешено, поэтому, естественно, пришли. Такой шанс нельзя упускать. В этот раз сотни ребятишек с пользой провели время на свежем воздухе. Такие акции создают праздничное рождественское настроение, дарят радость и счастье. Дмитрий Газин при содействии пресс-службы Брянской епархии. События Брянск. Брянский лыжник Александр Большунов заочно отобран в состав национальной сборной зимних олимпийских игр. Спортсмен планирует принять участие во всех гонках. Олимпийские игры 2022 в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся 16 дней. Спортсмены участвуют в четырех личных гонках, среди которых спринт, разделка 15 километров, марафон на 50 километров и скетлон, а также в двух командных стартах с спринт-дуэтом и классическая эстафета. Та самая выставка камчатской рыбы снова в Брянске. Более десятков видов рыб. Красная икра, мясо, краба и вкуснейшая печень трески. Торговый развернется с 11 по 16 января в ДК Глухих по адресу улицы Красноармейская, 13. Свежие продукты напрямую с полуострова Камчатка. В Брянске в Доме культуры Всероссийского общества Глухих в первый раз в этом году начнется продажа той самой рыбы Камчатского края. Королевский лосось чебыча, нежнейшая белорыбица, изысканная форель, низкокалорийный тунец, пикантный омуль. Разные способы копчения, слабосоленая, вяленая рыбка. Вся эта продукция добавит в рацион так необходимые организму микроэлементы, а доставляется она воздушным путем, без использования заморозки. Для истинных гурманов красная икра. Икра кижуча, пряная, с пикантным вкусом. Икра чевыча, янтарная, солнечная, крупнозернистая. Рекордсмен по содержанию полезных веществ. К сожалению, сейчас можно нарваться на подделку икры. Именно та самая рыба Камчатского края гарантирует сертификацию всей своей продукции. Покупайте только у проверенных продавцов. К тому же перед покупкой икру и рыбу можно даже попробовать. Улов, которому позавидует самый успешный рыбак. Изысканные деликатесы в одном месте, в одно время. С 11 по 16 января в Доме культуры Всероссийского общества глухих. Не пропустите. Это все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте губерния.тв. Всего самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok